МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас Елена готовит более 500 блинчиков в день для того, чтобы накормить нуждающихся. Это приселенцы, темчасовые помещенные люди. Также мы помогаем людям, которые находятся в социальном проблемном установке. До полномасштабной войны Александр Кравченко занимался производством полуфабрикатов. С 24 февраля он вместе с волонтерами кормит украинских защитников и вынужденных переселенцев. В первый день сделали 500 обедей, потом тысяча была, там, півтори, дви. Потом мы начали объединяться с другими закладами, рестораны, кавиарни, которые, в принципе, тоже имеют кухню. Вони приедналися до нашего руху. И у нас вот на пику, это было где-то в березне, у нас на пику нашей волонтерской деятельности, мы за дубу сделали 30 тысяч обедей. В мае Александр запустил проект под названием «Блинчики за донат». И теперь в одном из столичных заведений волонтеры готовят вкусности и раздают их людям бесплатно. А те, у кого есть финансовая возможность, оставляют любую сумму денег, которую посчитают нужной. Это может быть 5 гривен, это может быть 200 гривен. У нас, например, была такая ситуация, когда человек взял один «Блинец» и задонатил 500 гривен. Вырученные деньги идут на приготовление продуктовых наборов, а затем волонтеры адресно доставляют их нуждающимся. Мы делаем одну адресную доставку людям, которые не могут из каких-то причин до нас достаться. Например, старенькие люди, инвалиды, просто одинокие материи, которые не могут залишить детей. Мы собираем такие вот харчевые наборы, чтобы им, ну, при нам на тиждень выстачало всей ежи. В волонтерское кафе выстраиваются очереди. Кулинары раздают более трех тысяч блинчиков в неделю. В заведении зарегистрировалось около тысячи людей, у которых война забрала все. Все они бесплатно получают не только порцию блинов, но и наборы полноценных горячих обедов. Слова благодарности и счастливые глаза посетителей – лучший стимул работать дальше, делятся волонтеры. В ближайшее время Александр с командой планирует открыть волонтерский хаб в освобожденном от российских оккупантов Иванкове. Этот поселок в Киевской области до сих пор страдает от проблем с электричеством и питьевой водой. Там волонтер планирует не только кормить людей, но и установить для них компьютеры с интернетом и детскую комнату, где детвора сможет играть, пока взрослые разбирают завалы в разбомбленных домах. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ